Уважаемые коллеги, мы с вами посмотрели достаточно интересную операцию. Одна из разновидностей трансуртральной инуклеации, это биполярная трансуртральная инуклеация. В своем сообщении сегодня мы разберем различные методики, поговорим с вами о показаниях именно к инуклеации, поразмышляем на тему, важна ли энергия при трансуртральной инуклеации. Вопрос не будет касаться только лишь биполярной инуклеации, потому что проблема вопроса более широкой, на сегодняшний день более широкой актуальности имеет. Коснемся актуальности проблемы аденомопредстательной железы, социально значимые заболевания в структуре всех урологических. Болезнь составляет порядка 40%, достаточно большой процент мужчин страдает этим заболеванием старше 40 лет. И на сегодняшний день какие же методы лечения распространены? Конечно же, консервативные методы лечения. Безусловно, все-таки показания к лечению аденомопредстательной железы выбирает вместе хирург и пациент. Поэтому, если есть показания к хирургическому методу лечения, но пациент не настроен, и объективные показатели, такие как объем остаточной мочи, скорость мочи и спускания, позволяют воздерживаться от хирургического вмешательства, безусловно, консервативные методы, они выходят на первый план. И те возможности, которые за последние 15 лет у нас появились, это альфа-блокатор, ингипитер, 5-альфа-редуктаза, они хирургу или врачу-урологу дают большие возможности, а также пациенту иметь качественное мочеиспускание без хирургического вмешательства. Открытые хирургические пособия на сегодняшний день тоже имеют право существовать. Безусловно, не везде, не все хирургические стационары могут похвастаться техническими возможностями выполнения трансрутральных вмешательств, поэтому открытая позадилонная аденомоктомия, трансвизикальная аденомоктомия, они присутствуют. В тех стационарах, где имеется техническая возможность выполнения трансрутральной нуклеации, конечно же, данные вмешательства не выполняются. Если взять наш стационар, то у нас просто идет работа сравнения открытой аденомоктомии и лазерной нуклеации, поэтому какой-то процент аденомоктомии выполняется. В тех стационарах, где нет возможности выполнить инуклеации, делают либо лапароскопическую аденомоктомию, которая по технике, в принципе, ничем не отличается от позадилонной. Ну и, безусловно, трансрутральные методики, которые составляют где-то 90% всех вмешательств на аденоме, на предстательной железе. Это трансрутральная резекция и, соответственно, это методики трансрутральной нуклеации. Гольмевая, тулевая и биполярные, монополярные электрохирургические нуклеации. Почему же все-таки инуклеация? Почему на сегодняшний день именно это трансрутральное пособие имеет наибольшую актуальность? Ну, во-первых, наиболее радикальный метод удаления аденоматозных условий. Мы неоднократно с вами в процессе данного сообщения вернемся к этому моменту. Ведь сама по себе инуклеация, начиная с открытой операции, она призвана к чему? К радикальному удалению аденомопредстательной железы. Меньшая частота ложных рецидивов по сравнению с ТУР. Много исследований проведено на эту тему. Были сравнения открытых аденомоктомий, трансрутральных резекций, всяких методик трансрутральных нуклеаций с открытой простатоктомией. Это показывает все-таки наименьшую частоту по сравнению с обычной трансрутральной резекцией. Нет ограничений по объему предстательной железы. Это действительно так, так как в открытой хирургии, в настоящее время при наличии тех инструментов, которые у нас в арсенале есть, наличие марцелятора позволяет удалять аденому предстательной железы практически любых размеров. Практически, потому что, могу сразу сказать, есть все-таки нюансы, лукавить не буду. В некоторых ситуациях мы выполняем для того, чтобы убрать аденому, выполняем цистотомию. То есть, делаем разрез небольшой, удаляем аденому целиком и ушиваем мочевый пузырь. Это, в первую очередь, у пациентов, у которых есть сочетание с множественными камнями мочевого пузыря. Потому что это все-таки более целесообразно сократить время операции. Я уже говорил в процессе операции о том, что мое личное мнение, что длительность нахождения инструмента в уретре все-таки определяет в последующем рубцовое изменение в уретре. То есть, это может способствовать травме, шемии уретры. Поэтому в каких-то ситуациях, наверное, проще прибегнуть, если большая железа, если много камней, либо просто выполнить нуклеацию и цистотомию, либо выполнять пациенту по заделонной аденомокотомии. Здесь страшного ничего нет. Мы же все-таки ведем речь о конечном результате. Вернемся немножко кратко к истокам нуклеации. В 1894 году, предложенной Фуллером, трансфизикальной аденомокотомии в течение 50 лет последующий считался золотым стандартом хирургического лечения аденома предстательной железы. Опять же скажу, что и на сегодняшний день эта операция существует, несмотря на все ее осложнения. Позаделонная аденомоктомия, на мой взгляд, наиболее физиологичная операция, с хорошими функциональными результатами, с понятной интероперационной ситуацией. То есть именно основа этой методики, она перенесена на лапароскопическую аденомоктомию. Многие хирурги ее предпочитают трансфортуральным методикам. Говорят, что она хороша и в техническом исполнении, в последующих функциональных результатах. Могу сразу сказать, что несмотря на то, что лапароскопическая аденомоктомия все-таки считается малоинвазивным вмешательством, она требует интубационного наркоза. И катетер у пациента будет также стоять не менее 5 дней, как и при обычной аденомоктомии, потому что мы вскрываем капсулу, мы ее ушиваем. Есть определенные сроки заживления мягких тканей. Какие преимущества на сегодняшний день отмечаются именно трансфортуральной инуклеацией гиперплазии простаты? Почему именно в настоящее время все больше и больше урологов, имеющих в своем арсенале биполярные коагуляторы, монополярные лазерные установки, отдают предпочтение именно этой операции? Анатомически правильные операции. Мы везде с вами, когда читаем описание операции инуклеации, мы всегда видим слово именно анатомичная инуклеация. Будь то она механическая, лазерная, электрохирургическая, это анатомическая операция, потому что мы удаляем аденоматозные узлы, так как бы мы это делали при аденомоктомии пальцем, используя другие какие-то инструменты под визуальным контролем, но радикально. Удаление вдоль ложной капсулы эндоскопические метры как бы повторяют методику инуклеации, применяемую при открытой простатоктомии. Об этом я вам сказал уже, что пальцем является ваш инструмент, но вы при этом видите, как вы это удаляете. То есть это происходит не вслепую, а именно по определенным методологическим каким-то показаниям. Ну и, соответственно, функциональные результаты сравнимы с открытыми пособиями. Да по-другому и быть не может. Почему? Потому что основной функциональный результат, к которому мы стремимся, это радикальность. Радикальность, ну а последующие функциональные параметры, такие как удержание мочи, качество мочи спускания, длительность дезурии, об этом мы с вами уже, соответственно, поговорим дальше. Все эти постулаты, которые вот сейчас были на предыдущем слайде, они доказаны множеством рандомизированных исследований, при которых проводилось сравнение функциональных эффективности, безопасности и отдаленных функциональных результатов. Позадилонная аденомоктомия с открытой простатоктомией, вернее, электрохирургическая инуклеация с открытой простатоктомией, лазерная инуклеация с открытой простатоктомией, с транс-рутральными вмешательствами. Все они показывают, что инуклеация, какая бы она ни была, электрохирургическая или лазерная, по результатам сравнима с открытой простатоктомией. Какие на сегодняшний день существуют транс-рутральные методики инуклеации домопростаты? Ну, я разделил их на две группы. Это с использованием лазерной энергии, на сегодняшний день наиболее изученные вольмевые инуклеации, холеб, и тулевые инуклеации, тулеб. Хотя сейчас в последнее время появились данные об применении зеленого лазера именно в инуклеации, хотя этот лазер немножко для другого придуман, но мы на этом останавливаться не будем. И вторая группа – это инуклеация транс-рутральная с применением биполярной энергии и монополярной энергии. Хотел бы сразу отметить, что на сегодняшний день лазерная нуклеация является наиболее распространенным. Ну, почему? Потому что очень много исследований, доказывающих безопасность, эффективность и хороший функциональный результат. Однако последние исследования, в том числе немецкие данные как раз Томас Херманг, являющийся одним из ведущих специалистов как раз транс-рутральной инуклеации, показывают сравнимую эффективность биполярной нуклеации при более доступном техническом обеспечении. Техническое обеспечение – тоже немаловажный вопрос, тем более, если клиника имеет какие-то определенные финансовые ограничения, у вас уже есть, например, тот же самый Аутокон, вам проще купить за 400 евро петлю биполярную и начать освоение биполярной нуклеации, даже при отсутствии марцелятора. Многих, конечно, останавливает тот факт, что отсутствие понимания самой по себе инуклеации и длинное кривое обучение достаточно сложное останавливает хирургов в освоении данной методики. И они… Кто-то научился хорошо делать тур, причем могу сказать так, хирург, который хорошо владеет транс-рутральной резекцией, имеет хорошее инструментальное обеспечение, сделает и 200 грамм. Вопрос времени, кровопотери и надо ли это, да? Вот, но, опять же, это возможно. Могу сказать, что когда ломались инструменты, мы выполняли такие транс-рутральные резекции. Да, это сложно, да, это не физиологично, не методологично, но возможно. Техническое обеспечение для транс-рутральной нуклеации. Ну, в нашей клинике мы выполняем в основном лазерные нуклеации, хотя, в принципе, техническое обеспечение ничем не отличается. Мы используем 26-й, здесь представлено оборудование фирмы «Карл Шторц», хотя я могу сказать, что на сегодняшний день все компании, которые представлены на рынке эндоскопического оборудования, это «Олимпус», «Вольф», «Шторц», даже наши отечественные производители, компании «Эллипс», выпускают инструменты, производят инструменты для выполнения транс-рутральной нуклеации. Значит, ну, какие критерии, какие условия для выполнения данной операции? Это обязательный ирригационный инструмент. Как в данном случае, это «Эглесис», имеющий постоянную ирригацию с ротационной внутренней вставкой. Вот она представлена. Оптический оптуратор обязательно. И рабочий элемент, именно сам лазероскоп. Лазероскоп, если вы используете лазер, да, он имеет разные конструкции. У компании «Шторц» две конструкции. Здесь представлена вот рукоятка и направляющая, где проводится лазерное волокно. Но есть еще так называемый инструмент «Кунца», который очень похож на обычный рабочий элемент для транс-рутральной резекции. Для именно монополярной и биполярной нуклеации используется стандартный рабочий элемент и специальный электрод. То есть конструкция немножко проще и глобально это дешевле. Оптикой мы используем 12 градусов. Некоторые используют 30-ти градусную, но это кто работает на Вольфе. На мой взгляд, это немножко затрудняет само по себе и нуклеацию. Но это на мой взгляд. Итак, начнем с лазерной нуклеации. В настоящее время, как я уже сказал, в основном используется для нуклеации големевый лазер и тулевый лазер. Это разные абсолютно по техническим характеристикам лазера, потому что они имеют разную волну. Один лазер постоянный, другой импульсный. Это, безусловно, сказывается на техническом выполнении нуклеации. Наиболее изучен и, скажем так, рекомендован к практическому применению, это големевый лазер. Во-первых, здесь вот почему эти лазеры наиболее распространены в техническом применении. Это обусловленные глубины проникновения, которые влияют и на повреждения ближайших тканей, особенно если мы работаем в опекальной зоне, где располагается наружный сфинктер. Вот глубина проникновения големи 0,4 мм, наиболее меньшая глубина у тулевого лазера. О них мы немножко об особенностях работы с этими лазерами при нуклеации мы дальше поговорим. Но опять еще раз оговорюсь, что эти лазеры на сегодняшний день единственные, которые позволяют выполнять в той или иной степени именно истинную нуклеацию. Известно по техническому выполнению с 1998 года предложены Гиллингом новозеландским хирургом трехдолевая техника и нуклеации. Вот сегодня вы видели, что Федор Анатольевич тоже использует, но он не назвал ее трехдолевую, он назвал ее долевая. То есть если есть средняя доля, даже при биполярной нуклеации техника очень похожа. Значит, могу сказать так, что согласно последним рекомендациям методика хорошо изучена, имеет рандомизированное исследование с периодом наблюдения более 10 лет. Она эффективна вне зависимости от размеров аденома и безопасна, в том числе у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию. Это последняя рекомендация Европейской Ассоциации. Итак, в чем заключается эта трехдолевая методика? Опять же, мы говорим сейчас с вами не просто о лазерной нуклеации, у нас нет такой задачи, мы говорим вообще в целом о трансуртральной нуклеации, но методологически мы должны понимать, чем будет отличаться лазерная нуклеация от электрохирургической. Итак, все знают, что наиболее хорошо слой всегда отчетливо виден в эпикальной зоне. И сегодня мы это с вами увидели. Надсекается или надрезается слизистая, неважно, какой вид энергии вы при этом используете. И по бокам от семенного бугорка вы находите слой. То есть 5-7 часов. Дальше рассекли мы ткань. И дальше мы, если есть средняя доля, мы этот разрез можем соединить от шейки к бугорку, к семенному, и выполнить инуклеацию средней доли. И дальше у нас идет методологически инуклеация боковых долей. При этом обязательно мы делаем рассечение на 12 часах. Мы эти доли разделяем с вами. То, что мы сегодня тоже видели при биполярной инуклеации. Рассечение и уже соединяем. Либо снизу кверху идем, с 6 часов к 12 в области шейки, отсекая аденоматозную ткань. Либо наоборот сверху. Это бывает, зависит в основном от размера аденома. Представительная железа не всегда удается снизу, скажем так, рассеть шейку и подняться к 12 часам. Поэтому хирург в этой ситуации... Не могу сказать, что каждый раз аденома одинаковая. Что вот как методологически нарисовано на картинке, так и должно происходить. Всегда ориентируйтесь индивидуально. Бывает многоузловая железа. Не всегда удобно ее от опекальной части инуклеировать к шейке мочевого пузыря. Очень четко, индивидуально всегда. Ну вот мы сейчас с вами посмотрим видео, коротенькое. Здесь как раз представлена будет трехдолевая методика инуклеации. Вот средняя доля. Она хорошо выражена. По типу клапанов дается просвет мочевого пузыря. И вот мы на 7 часах начинаем, рассекаем ткань. Извините, на 5 часах условного циферблата. Идет рассечение от шейки мочевого пузыря до уровня семенного бугорка. Можно делать немножко по-другому. Не идти от шейки, а в слой входить непосредственно по обе стороны от семенного бугорка. После того, как у нас борозда сформированы, мы инукулируем среднюю долю и отсекаем ее от шейки. Все, средняя доля у нас ушла. И вот сейчас на 5 часах вы видите, как хорошо достаточно выражен, скажем так, слой между аденоматозной тканью и хирургической капсулой. Вот у нас еще одна боковая доля ушла, вслед за средней. Ну, здесь понятно, смонтированный уже ролик, здесь не в реальном режиме времени. И дальше у нас идет, соответственно, правая доля. Смещается ткань в просвет мочевого пузыря. Вот семенной бугорок. Вот у нас удаленные, ложе удаленные аденомы. Контроль гемостаза, дальше марцеляция. Значит, могу сразу сказать, что если мы говорим о том, как правильно найти слой, и мы находим его в опекальной зоне, на мой взгляд, и мы тоже пришли к этому не сразу, существует техника выполнения инблока нуклеации. И большинство хирургов, которые выполняют электрохирургическую нуклеацию, лазерную, даже если мы берем открытую аденомокотомию, мы стараемся удалить аденому единым блоком. Это правильно, чтобы потом не искать отдельные узлы, если говорить об открытой хирургии. Так и здесь. Методологически эта техника намного проще. Почему? Потому что, единожды найдя слой, вы в этом слое идете всю операцию. Для начинающих хирургов, на мой взгляд, это очень правильно. Они не теряются в массе ткани. Вот так как здесь, используя тулевый лазер, мы механически надсекаем слизистую на пяти часах условного циферблата и уже кончиком инструмента, смотрите, механически, механически, осуществляя параллельно гемостаз, мы механически начинаем отслаивать. Да, вы видите. То есть, инуклеация – это хирургия, которая использует механику и любой другой вид энергии, который необходим для чего? Для гемостаза, для вапоризации, для резки ткани. Чтобы в каких-то ситуациях… Основная идея этой операции – это анатомичная, механическая, зачастую, инуклеация. Значит, тулевый лазер имеет особенности какие? Нет такой анатомичной инуклеации, как при Гольме. В основном ткани карбонизируются, да, вот, поэтому это в чистом виде, назовем ее так, инуклеорезекция, да, или инуклеовая вапоризация. Вот, поэтому обязательно ориентироваться необходимо на тот слой, который вы нашли в опекальной зоне. Опять же, еще раз повторюсь, методика энблок, она проще и при электрохирургической инуклеации. Вы также находитесь в слой единожды, в этом слою движетесь к шейке мочевого пузыря, не боясь потерять этот слой. Вот, видите, мы до 12 часов практически дошли, инуклеировали большую часть аденомы механически, да, и осуществляем контроль гемостаза уже при помощи лазера. Вот в левом углу вы видите схематически показано, как мы это делаем. Одновременно, с одной стороны на другую, с 5 часов на 7, средняя часть у нас уже отсечена, мы подходим к шейке мочевого пузыря. Вот здесь мы видим зону наружного сфинктра, которая прикрепляется к аденоме. Это очень важная зона, и как раз Федор Анатольевич на этом акцентировал внимание. Мы должны очень правильно отойти от этой зоны, не повредив зону наружного сфинктра. То есть желание вот так просто взять и отсечь на 12 часах ткань, сделав очень радикально, но при этом вы должны понимать, что у пациента потом может быть тотальное недержание мочи. Давайте немножко перемотаем. После того, как вы в едином блоке мобилизовали всю поверхность аденомы до шейки мочевого пузыря, вы достаточно смело на 6 часах делаете инцизию, доходя до нужного вам слоя. То есть у вас на 6 часах внизу под этим пластом аденомы достаточно четкий слой. Вы не боитесь не перфорировать шейку мочевого пузыря, и тем более уже капсулу предстательной железы. Все, вы разделяете правую и левую долю. Сейчас мы немножко перемотаем. Все. И дальше последний завершающий этап. Это уже отсечение опекальной части прикрепления наружного сфинктера к аденоме предстательной железы. Безусловно, здесь мы, так как сфинктер натягивает, натягивается, и аденома уже отфиксированная практически по всей поверхности тянет эту зону в мочевой пузырь, соответственно, очень аккуратно в этой зоне мы работаем. Все. И дальше аденома единым блоком смещается в мочевой пузырь. Вот такие макропрепараты. Вот я специально сфотографировал. Это те пациенты, у которых делалась цистатомия. Мы удаляли. Практически ничем не отличается от открытой аденомоктомии. То есть это целиковые узлы. Ну и плавно мы с вами подошли к транссортуральной нуклеации простаты с использованием электроэнергии. Впервые экспериментально она была выполнена в 1883 году группой хирургов под руководством Ясунори Хираока с использованием монополярной энергии. В то время они использовали свою модифицированную электрод по типу лезвия. При помощи... Конечно же, у них не было тогда марцелятора. И они использовали методику, скажем так, измельчения аденоматозной ткани уже петлей. В настоящее время петля эта модифицирована. Она имеет вот такой вид. Соответственно, используется электрохирургический блок Аутакон, который вот сегодня был тоже представлен на биполярной нуклеации. Она имеет режим, ну вот здесь представлен режим софт или сонлайн, который применяется режим резкий и режим коагуляции. Какова же была эта техника монополярной нуклеации? Она, в принципе, еще раз говорю, нет различия с биполярной нуклеацией, с лазерной нуклеацией. Только вид энергии используемый, он, скажем так, позволяет нам отличать эти методики. Значит, соответственно, намечалась зона, вот как сегодня также мы видели с вами, зона на 5-7 часах условного циферблата. Здесь она делается петлей от 2 до 5 часов и от 7 до 11 часов условного циферблата. По кругу надсекалась слизистая. Дальше при помощи вот такого электрода, мы называем его хук, производилось рассечение слизистой, по циркулярное рассечение слизистой, именно в опекальной зоне, чтобы отграничить зону интереса и войти в опекальной зоне в нужный слой. Вот на нижней картинке вы видите, что уже механически сформировано необходимый слой. И дальше уже, дальше мы используем уже монополярный электрод. Используем его в начале только для того, чтобы наметить слой. Все дальнейшие действия, просто чтобы вы понимали, Федор Анатольевич тоже на этом акцентировал, вы работаете практически кончиком инструмента. То есть, кончик инструмента – это ваш палец для аденомоктомии. Электрод используется в основном только лишь для гемостаза, либо те зоны прикрепления аденомок к капсуле, которые механически не отходят, а это зачастую бывает у пациентов каких, которые длительно получают проскар, длительно перенесший простатит, у которых совсем еще не сформировалась достаточно хорошо аденома предстательной железы, и она плохо слоится. Вот здесь вы уже можете использовать в режиме резки или коагуляции электрод. Ну и далее, после того, как по кругу отмобилизована вся аденома, естественно, вот здесь вы видите, да, та же методика энблока, как мы видели с вами сейчас при лазерной нуклеации. То есть, по всей окружности предстательная железа мобилизована, но она не отсечена еще от шейки по всему периметру, да, и в свое время хераока, они использовали три вида методики нуклеации, да, это частичные циркулярные нуклеации, когда вот таким образом, как здесь на циркулярные частичные отделения, они мобилизовали аденому и дальше уже брали петлю и, соответственно, начинали марцелировать петлей по всей окружности, да. В чем преимущество? В том, что железа уже практически обескровлена, основные концевые артериальные веточки, они отсечены на уровне капсулы. Вот. Дальше уже более опытный хирург, который понимает хорошо анатомию инкулированной аденомы, он выполнял отсечение аденомы предстательной железы от шейки мочевого пузыря на 12 часа. То есть, он фактически что делал? Доходил, видел вот эти волокна, волокна шейки мочевого пузыря на 12 часах и просто их, скажем так, источником энергии разрезал. Разрезал и вот видите, да, вот стрелочка я показываю, это на 12 часах отсекалось аденомы от шейки мочевого пузыря. Вот. И дальше то же самое, просто более удобно в данной ситуации не со стороны шейки мочевого пузыря начинать резать аденомы предстательной железы, а именно он фактически инструментом садился на аденому и очень комфортно, вот на этом слайде представлено, осуществлялся трансфер нейтральная резекция. Ну и идеальный вариант, это уже субтотальное и тотальное отделение аденомы, это при наличии у вас уже марцелятора. Вот. Это, в общем-то, классика и то, к чему нужно стремиться. Аденома отделялась от шейки мочевого пузыря на всем, по всей окружности. Здесь мы видим, что аденома помимо всего рассекалась на разные части, значит, для чего это делается, и мы тоже к этому приходим. То есть, если вы удаляете аденомы единым блоком, а это и 150 грамм и 200, это достаточно большой объем ткани, не каждый марцелятор может эту ткань быстро и качественно смарцелировать. Поэтому, безусловно, имея такие объемы ткани, и если вы используете не трехдолевую методику, да, не разная доля удаляете, а целиком, конечно, максимально нужно, ну, не обязательно ее по плавам разрезать, да, это вам технически не удастся, а именно сделать такие глубокие хорошие насечки. Потому что железа, как правило, многоузловая, и вот эти узелки, они достаточно круглые, твердые, марцелятор не всегда очень хорошо их берет. Совершенствование техники инуклеации, именно монополярной, привело к тому, что появились биполярные электроды для именно вапоинуклеации. Предложил их немало известный, опять же, хирург из Германии, из Ганновера, Томас Херман, вот, это его модификация. Вот она сегодня, этот электрод, он был представлен на операции, которую Федор Анатольевич выполнял, вот, имеется вот такой квадратик, вот, который как раз очень удобен и для механической инуклеации, можно по ткани заходить, и для вапоризации, и для резки. Значит, данная методика, мы должны понимать, она сочетает в себе механическую анатомичную инуклеацию и вапоризацию, но при этом мы можем этим электродом резать, мы можем им коагулировать, да, и испарять ткань. То есть, это, безусловно, очень важное сочетание, при этом не нужно использовать дорогостоящие лазерные установки, это плюс ко всему достаточно, и с экономической точки зрения, достаточно выгодно. Ну, и мы плавно с вами подошли к преимуществам трансфертральной электроинуклеации. Ну, во-первых, это доказано исследованиями постоперационные показатели качества жизни IPSS, кул, это максимальная скорость мочи-сопускания после операции, количество достаточной мочи, все эти показатели оказались сравнимы с открытыми пособиями, а также с холем. Вот, это данные, последние данные Европейской ассоциации. Опять, мы не беремся с вами, скажем так, сравнивать или говорить о каких-то позитивных или негативных моментах той или иной методики инуклеации. Мы говорим о том, что приблизительно они все сопоставимы. И представляя вот эти данные, сначала при Гольмевой инуклеации, а теперь уже при электрохирургической инуклеации, мы говорим о том, что они имеют все практически одинаковое преимущество. Возможность использования коагуляции, резания, выпаривания, то, чего нет в принципе у отдельно взятого лазера. Нет потребности в дорогостоящем источнике лазерной энергии. Экономичный вариант лечения? Безусловно. Выполнить инуклеации до дома вдоль ложной капсулы проще, чем при процедуре холем. Здесь могу поспорить. Хирург, который исходно осваивал лазерную инуклеацию, не сразу возьмет в руки электрохирургический инструмент и сделает ту же инуклеацию тем же инструментом. Ему безусловно понадобится время. Да, он в голове понимает, что он выполняет именно инуклеацию. Он представляет анатомию предстательной железы. Он знает, как он завершит эту операцию. Но все равно даже один и тот же метод, разные производители инструментов, вам все равно нужно время, чтобы к этому привыкнуть и это освоить. Низкий процент рецидивов. Да, это действительно так. Уменьшение кровопотери, снижение вероятности других осложнений по сравнению с другими хирургическими вариантами лечения. В принципе, это очень похоже и одинаково для всех методов ануклеации. Ну и, безусловно, завершающий этап любой трансуртральной ануклеации это этап марцеляции. Мы его сегодня с вами видели. Какие важные моменты при марцеляции мы должны для себя оставить? Первое. Это, как я уже говорил, минимизировать время на смену инструмента. Операционная сестра ваша должна понимать, как соединить инструмент, как его подключить, как его протестировать. Соответственно, у вас должен лежать на столе уже собранный полностью марцелятор, готовый к работе. Вы только меняете оптику, переключаете воду и вперед. Потому что любая потеря времени, опять же, все методики и ануклеации, помимо их радикальности, они чем еще известны? Тем, что достаточно хороший гемостаз. Почему? Потому что при трансуртральной резекции мы шаг за шагом срезаем ткань, получаем одно и то же кровотечение. Пока мы не дойдем до капсулы, не скоагулируем эту артерию. В ткани ее коагулируют бесполезно. Мы проваливаемся, получаем то же кровотечение. Поэтому мы, в принципе, выполняем трансуртральную резекцию, не слишком обращаем внимание на кровотечение. Наша задача резать быстрее и дойти до капсулы. В этой ситуации мы входим сразу в слой, где эти концевые артерии выходят из капсулы. Отсекая их и коагулируя один раз. Все, больше мы к этому не возвращаемся. Вот в этом преимущество. Поэтому мы имеем к концу операции очень приличный гемостаз. Плюс лазерные методики, они само по себе лазерное излучение, итулевые, игольмевые, имеют особенность достать, помимо рассечения ткани, очень хорошую коагуляцию. Вот. Поэтому потери... Но к чему я веду? Несмотря на это, несмотря на адекватный гемостаз, все равно после сокращения капсулы, а вы же будете опорожняться, все равно какое-то кровотечение есть. Поэтому потери времени не должно быть, иначе сгустки в ложе и последующая марцеляция будет затруднена. Второй момент – это достаточно хорошая ирригация. Вы должны как минимум иметь два притока. Отток у вас отключен, отток осуществляется за счет того, что марцелятор сам по себе имеет вакуум, создает и лишнюю жидкость отсасывает из организма, из мочевого пузыря. Поэтому контролировать приток жидкости и контролировать наполненность, соответственно, емкости с жидкостью должна также медсестра. Вот. Как только у вас... Вы не можете это контролировать, потому что вы смотрите на экран. Как только у вас медсестра куда-то ушла, оставила это без контроля, у вас закончилась жидкость, вы на это не обратили внимания, пузырь моментально спадается, и слизистый мочевого пузыря попадает в марцелятор. Это травма. Да, крайне редко бывает, что это травма до мышечного слоя, либо до жирового. Как правило, это поверхностное слизистое, но это неприятно. Почему? Потому что марцеляция выполняется на переполненном пузыре, и если вы только на начальном этапе повредили мочевой пузырь, все, дальше уже слизистый начинает расползаться. Дальнейшая травма, это неприятно, иногда приходится, в общем-то, остановиться. Это основные моменты марцеляции. Безусловно, от качества марцеляции, или там от конструкции марцелятора, зависит, какие фрагменты ткани у вас остаются. Безусловно, бич марцеляции, это так называемые болы. Это маленькие, круглые кусочки, в общем-то, аденома, которые не поддаются марцеляции, как бы вы за ними не бегали. Вот. Ну, в этой ситуации размеры позволяют либо удалять эти мелкие фрагменты аденома петлей, специальной, не электрохирургической, которая не сломается у вас в мочевом пузыре, специальные есть петли, определенные конструкции у каждого производителя. Вот. И второй момент при помощи шприца. Это можно сделать достаточно легко. Не старайтесь доставать эти фрагменты по уретре, хотя некоторые это практикуют. Это, безусловно, травма. Это, безусловно, травма. Итак, значит, транссортуральная нуклеация гиперплазии простата. Так ли важна энергия? Ну, мы с вами сегодня обсудили и лазерные варианты нуклеации, и поговорили немножко и о хирургической нуклеации, там, открытая аденомактомия, лапароскопическая, и электрохирургическая нуклеация. На мой взгляд, вид энергии не важен. Мы речь ведем с вами о нуклеации, как, скажем так, как об операции, имеющей конечный результат, это радикальное удаление аденома. А каким образом это вы сделаете? На мой взгляд, не важно. Важен конечный результат. Функциональное состояние мочи и спускания и отдаленный результат в плане рецидива. Поэтому на сегодняшний день, имея в арсенале биполярную нуклеацию, лазерную нуклеацию, вы строгнитесь к одному, к анатомичной нуклеации. И данный факт подтверждается вот последним исследованием, в котором говорится, что трансрутральная нуклеация наиболее анатомически правильная методика, и источник энергии не влияет на эффективность, безопасность и отдаленные функциональные результаты. Благодарю за внимание.